Как стать актёром или просто прийти на работу в театр? Что делать, если забыл слова на сцене? Как создать детский спектакль или как выбрать постановку, которую стоит показать саровчанам? В храме искусства, театре, активисты российского движения школьников и детской палаты «Галактика» смогли узнать все интересующие их вопросы, прикоснуться к театральной жизни, узнать секреты закулисья. На откровенный разговор вызвали актрису и режиссёра Юлию Петрушину и заведующую литературной частью Ольгу Логинову. Если для Юлии выступление перед большой аудиторией уже привычное дело, то для Ольги это был совершенно новый опыт. И им интересно, и мне оказалось очень интересно рассказывать какие-то истории из своей жизни. Где-то я уже через полчаса поняла, что я абсолютно их не боюсь, что я могу быть с ними открытой. Так здорово, что их интересует и театр, и какие-то такие довольно глубокие вопросы и про литературу, и про жизнь, и про мир. Чудесные, чудесные дети. Кого-то из ребят интересовало, как поступить в театральное училище и стать актёром. Своим опытом поделилась Юлия Петрушина. Также актриса дала несколько практических советов. Самые смелые ребята вышли на импровизированную сцену и почитали стихи, заработав искренние аплодисменты. Это просто потрясающая встреча, потрясающие люди, потрясающие эмоции. Это настоящий куш, которым надо воспользоваться. Встретиться с настоящими актёрами, режиссёрами, узнать очень много нового для себя, зарядиться мотивацией, делать что-то новое, важное для других людей и испытывать для этого настоящее счастье. Разговор о театре – часть большого проекта «Классная встреча» российского движения школьников. До этого ребята уже ходили в художественную галерею и принимали спикеров у себя. Среди их гостей были и волонтёры из Донбасса, и военные кинологи, хореографы и многие другие. Проект «Классная встреча» рассчитан на школьниках с 7 до 17 лет. Это могут быть любые школьники из разных школ города. И принять в нашем проекте они смогут активное участие. Целью, наверное, в том числе является профориентация, чтобы ребята понимали, куда они могут поступать после 11 класса и определиться со своей будущей профессией. По традиции «Классная встреча» завершилась общим фотографированием участников.